Всем привет, с вами снова Нагваль, сегодня у нас как обычное подведение итогов прошедшей недели, а заодно и рассмотрим обнову 4.5 на тестовом сервере. Не прошло и полгода, как Mail.ru наконец-то выложили кучу информации про обнову 4.5, а заодно и сразу же запустили тестовый сервер, чтобы все игроки могли опробовать обнову непосредственно сами. Ну и как уже многим известно, основное изменение в этой обнове это полный ребаланс всех скиллов, вплоть до того, что практически всем игрокам придется пересесть со своих любимых классов на какие-то новые. И слава богу, Mail.ru объявили, что ПТС будет проходить в несколько этапов, соответственно времени будет достаточно, чтобы подготовиться к обнове, изучить там все классы, все новые скиллы, комбинации и так далее, и определиться уже с классом заранее. Ну и естественно у Mail.ru всегда первый блин к комам, наверное поэтому они сказали, что ПТС будет в несколько этапов, потому что первый этап они анонсировали как тест скиллов на арене и битва с драконом, и то и другое было успешно запорото. На арене забагованы текстуры, сквозь которые невозможно пройти к своему противнику, ну а битва с драконом была зафорена тем, что фракция, которая победила дракона в прошлый раз, по идее должна была его защищать в следующий раз, но дракон появился почему-то враждебным к обоим фракциям, также не было NPC, у которых можно было взять квест на защиту этого дракона. Я уже молчу про то, что игрокам не хватало камней и странствий, чтобы хотя бы протонуться к дракону, не хватало очков работы, чтобы загравировать свой шмот, не хватало сплавов стихий, чтобы прокачать ветки гнева, ну и так далее. В результате те кто создал персонажей в первые дни открытия ПТС, они получили все необходимые ресурсы по почте от геймов, но все кто создал персонажей попозже, они в пролёте. Короче говоря, итог первого этапа тестирования полный провал, но слава богу это не помешало протестить новые скиллы и соответственно первым делом я решил проверить насколько будут играбельными мои старые классы, это тактики летописец, которыми я играю сейчас на боевых серверах. Ну если с тактиком все нормально, я бы сказал даже шикарно, он стал намного лучше чем был в 4.0, дополнительные контроли, дополнительные антиконтроли, дополнительная выживаемость, там вообще все супер. Ну а что же касается летописцев, то полная жопа, и самая жопа то, что порезали дальность скиллов до 20 метров, я до последнего надеялся, что эта пассивка будет хотя бы в пассивках гнева, но к сожалению ее там нет, и да, корейцы решили перенести час пассивок в ветки гнева. То есть если вы выбрали гнев в ветке волшебства, то пассивки из ветки сопрота вам недоступны, чтобы получить доступ к пассивкам из сопрота, вам придется выбрать ветку гнева сопротивления. То есть чтобы взять вот эту старую добру пассивку, которая регенит хп в размере там 13% от полученного урона, раньше там было 7% и она была на первом месте, теперь ее принесли в ветку гнева. Вот, то есть чтобы ее получить, вам придется выбрать ветку гнева из сопрота, если же вы выберете ветку волшебства, то пассивку на реген хп вы уже взять не сможете. Точно так же и с пассивками из других веток, но зато на них теперь не нужно тратить скиллпоинты. Окей, 20 метров, у лукарей 27 метров как было так и осталось, у магов 20, как играть магу против лукаря? Никак, просто вздыхать сразу ничего не делая. Порезали дамаг, очень сильно, понерфили пассивку, пошал раньше урон на 15%, теперь на 10% видите ли маги слишком дамажные были. Поменяли комбинации, раньше допустим молния гнева комбилась с копьями и электрошоком, теперь комбиться только с ожогом, поэтому прощайте ваншоты в масс пвп. Цепную молнию занерфили до 12 метров вообще, но зато она теперь может встанеть и вешать не моту, но только в том случае, если у вас висит магический щит, а в масс пвп он не будет висеть практически никогда, потому что он будет сбиваться на всякими электрошоками, ауешками и так далее. Но все это фигня, мало того, что вы теперь будете хуже наносить дамаг, теперь вас еще и добрали антиконтроли. Раньше железная воля позволяла снимать станы и копья, теперь она ни то ни другое с вас не снимает, она снимает только сферу, пояс и телекинез. То есть если вы в масс пвп попали в стяжку тактика, кинули на вас копья, то там вы и сдохнете. Злук горна не снимает станы, ни железная воля не снимает станы. То есть против миликов даже летописец полностью беззащитен, никакого контроля, никакого антиконтроля. Даже та же чаруйка плюс коммертон больше не феряет. Че делать хэзэ? Единственное радует, что хотя бы на лейкование теперь нужно меньше скиллпоинтов потратить, соответственно теперь можно взять больше каких-то дополнительных скиллов, но скорее всего это уже будет не ветка сопротивления на что-то другое. А, ну есть медитация, да, медитация теперь выводит из фера, и пока ты стоишь в медитации, любой кто тебе будет ферять вернется сам, то есть типа как зеркалка работает. И пофиксили долг стража, да, перекинули его сюда из ветки обороны, и слава богу он больше не стягивает союзников. Ура, наконец-то до корицев дошло. Короче говоря, за летописца играть будет сложновато, как в масс пвп так и в пве придется придумать что-то новое. Но в принципе это пока чисто такой поверхностный обзор скиллов, быть может все еще не так плохо. Ну а теперь переходим к тактику, как я уже и говорил, здесь все шикарно. Метку мистицизма немножко переделали, добавили зловещую тень, в принципе как блинг, вполне сойдет вместо отобранного из сопротого зеркального телепорта. Окей. Добавили клетку, наконец-то забрали ее у лукари, которые тыкали ее везде где ни попадя. Теперь это дело будут контролировать тактики. Дальше из новых скиллов добавилась новая мини стяжечка, в принципе стягивает она не очень, но достаточно полезный скил у нас с пвп, особенно против слоупоков, работает очень неплохо. Убрали пассивки на дамаг, теперь брать мистицизм ради повышения дамага уже не получится, соответственно шаманы там всякие или наталисты будут дамажить уже поменьше. Хотя если выбрать ветку гнева мистицизма, то там быть может есть эти пассивки. Но добавили пассивку, пошла еще длительное действие эффектов прокола и оглушения на 20%, а учитывая то, что теперь копья снять нельзя абсолютно ничем, единственное что защищает от копьи это второе дыхание, но о нем чуть попозже, поэтому копья теперь еще более эффективный контроль в масс пвп. Наконец-то отобрали это лассо усаных миликов, которые никогда не берут его в масс пвп почему-то, хотя очень полезный скил. Ну и добавили второе дыхание, как я говорил самый имбовый скилл, во-первых он защищает полностью вас от копьи в течении целой минуты, вообще никакие копьи вас не берут, и плюс он повышает хп аж на 20%, не на 2700 как раньше, а на 20%, то есть чем больше у вас своих базовых хп, тем больше вам прибавят этот скилл, и основной плюс его в том, что висит он 60 секунд, а откатывается 30 секунд, то есть каждые 30 секунд вы его можете обновлять и будет он у вас висеть постоянно. Короче говоря, в масс пвп без ветки обороны сейчас лучше не соваться. Плюс также теперь тактик может спокойно выйти из сферы, из телекинеза, из пояса, его не возьмешь копьями, его не возьмешь станами, его не возьмешь опрокидами, короче говоря, тактики теперь это вообще ничем не останавливаемая машина, пройти через там фул рейд на корабле и поставить якорь вообще никаких проблем не составит. Хотя нет, вру, есть единственный скилл, который останавливает тактика, это немота. Немота сейчас никак здесь не контрится, нет неукротимости, поэтому если вы попадаете в немоту, которая сейчас кидается по области, то это полная жопа, потому что когда я бегал на драконе за тактика, я в немоте стоял практически постоянно и ничего не мог прожать, кроме долга стража. Единственная какая-то защита от немоты, это круг защиты, особенно круг защиты на огонь, так как у него радиус целых 20 метров, соответственно 20 ваших союзников в этом круге защиты, они не воспримчивы к немоте. Более-менее хоть какая-то защита, но тоже такой себе вариант, неукротимость была куда лучше. Но опять же повторюсь, это чисто поверхностный обзор основных моих классов, хотел посмотреть просто насколько они будут играбельны в обнове 4.5. Потом же, когда буду более детально разбираться во всех скиллах, появятся какие-то новые комбинации, новые фишки и так далее. Пока просто времени было не особо много, нужно было прокачать все ветки, все ветки гнева, подобрать шмот на мага, на тактика и так далее, короче говоря, более детально скиллами займусь уже на следующей неделе. Ну а в плане заработка голды вообще ничего не проверял, единственное что меня заинтересовало, это новая фишка на аукционе, то что лоты можно покупать поштучно, то есть выставить стэк допустим 1000 банок и покупать из этого стэка по одной штучке. То есть если раньше надо было там разделять один стэк по сотенкам, там по двадцаткам, чтобы люди покупали нормально, то теперь можно с этим не заморачиваться, просто кидайте весь стэк на аукцион, выставляйте минимальное количество сколько можно купить из вашего стэка и все. Что касается продажи расходки, это очень даже удобно. Ну и на сегодня я думаю пока хватит информации с тестового сервера, продолжим более детально разбираться уже на следующей неделе. Ну а пока переносимся на боевой сервер и соответственно традиционное подведение итогов, сколько голды мне принесла продажа расходки на этой неделе. В конце прошлой недели оставалось 23 тысячи голды, сейчас 20 тысяч 500, соответственно 2500 голды я где-то просрал. Ну 1000 голды ушла на покупку жетона, чтобы поучаствовать в розыгрыше джекпотто, естественно нихрена я там не выиграл. Особенно мне доставило удовольствие эта фишка с предметами в корзине, которые можно передавать только по одной штучке на персонажа, которые типа можно продать на какой-то там новой площадке, лот-дог, который не работает нигде, кроме как в России. Короче, полный бред. Ну да ладно, возвращаемся к подведению итогов. Получается оставшаяся голда у нас 21 тысяча 500, посмотрим сколько накапалось за эту неделю. 36 тысяч, вычитаем 21 500, остается 14 500 голды за неделю. Нормально. Ну и в принципе на этом на сегодня все, такие вот были итоги прошедшей недели, спасибо за просмотр, с вами был Нагварь, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok